Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня видео продолжение истории травмированного ногтя. Клиентка пришла ко мне с вот таким ногтем. Травма была в 2016 году. Она шинковала капусту и оттерку счесала ноготь и кожу. Жуть! С тех пор ноготь отрастает, но под ним пустота. Там забивается грязь и чтобы ее вычистить, конечно, ноготь над пустотой нужно срезать. Клиентка попала ко мне уже в 2019 году и эта коррекция была 22 августа. Вообще покрытие мы делали 8 августа, но именно из-за этого одного ногтя я попросила клиентку прийти ко мне через 2 недели, чтобы посмотреть на тенденцию. И вот 22 августа мы с ней переделали один ноготь. Предыдущее видео по этому ногтю есть на канале. Кому интересно, ссылочка будет в описании. И вот ноготь вернулся на коррекцию 5 сентября. То есть все остальные ногтя месяц, а этому травмированному 2 недели после коррекции. Снимаю старый материал. Убираю длину. Кусочками убираю материал над пустотой, срезаю все, что удается срезать, не причиняя боли клиентке. Выглаживаю края и убираю остатки фрезой шар. У клиентки кожи, где пустота зарубцевалась, там шрам от травмы, никаких болевых ощущений у клиентки нет, воспаления и покраснения также нет. Знаю, совет от большинства был бы отправить клиентку к хирургу или к другому какому-нибудь врачу, но я не вижу в этом смысла. Обычная травма, воспаления нет. Конечно, с таким ногтем клиентка ходить не хочет. Менталитет у нас особенный. Каждый норовит узнать, что же произошло. Поэтому, конечно же, естественное желание клиентки замаскировать этот ноготь, сделать его одинаковым с остальными. Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже нанесла кислотный праймер. Наношу базу на ноготь, на кожу не захожу. Закрывать пустоту буду рекавери-гелем. Он очень густой, поэтому мне удобнее апельсиновой палочкой с моченого обезжиривателя утаптывать материал. Завожу гель немного на ноготь. Вообще, у импульс все материалы гипоаллергенные. В них не содержится кислот, вызывающих аллергии. Поэтому и цена дороже. Дальше нарастили ноготь до нужной длины полигелем и покрыли цветом. 1 октября клиентка пришла на коррекцию. Делаю все то же самое. Грязь забивается, сама клиентка не достает прочистить, поэтому каждый раз все действия повторяются. Делаю все то же самое. И вот 1 ноября клиентка опять пришла на коррекцию. Снимаю старый материал. Это удивительно, но сейчас уже видно, что ноготь начинает прирастать к коже. Клиентка в шоке. Говорит, больше 2 лет не было никаких сдвигов. Ноготь рос нормально и где-то на расстоянии 4-5 мм от кутикулы начинал отходить от кожи. Ни масла, ни крема ничего не помогало. Действие ли этого рекаври геля так поспособствовало, я не могу утверждать. Но результат вы видите сами. Тенденция есть. Здорово, я довольна как слон. В общем, делаю все то же самое. Убираю длину, убираю материал над пустотой. Вот какой ноготь был 22-го года. А вот при последней коррекции 1-го ноября. Медленно, но уверенно ноготь по чуть-чуть прирастает. Хотя, по словам клиентки, больше 2-х лет после травмы не было никаких сдвигов. Медленно, но уверенно ноготь по чуть-чуть прирастает. После зачистки обрабатываю ноготь кислотным праймером. Именно кислотный праймер убивает все микробы, которые могли поселиться в пустоте. Так как туда попадала и влага, и мусор. Наношу базу на ноготь, не заходя на кожу. Закрывать пустоту, конечно же, буду рекавер гели. Гель позиционируется как гипоаллергенный для реконструкции и протезирования. Антисептический, антибактериальный и противовоспалительный гель для восстановления утраченной части ногтевой пластины на пальцах рук или ног. Имеет противогрибковое действие. Действует на мицерии и споры. Гель однозначно могу рекомендовать. Но и цена у геля соответствующая. Вот эту баночку 15 мл я брала за 950 рублей. Гелем закрываю только пустоту, немного заходя на ноготь. Маникюр уже сделала. Теперь полигелем делаю укрепление и достраиваю недостающую длину. Полигель от Born Pretty с Алиэкспресс. Он достаточно плотный, чтобы достроить длину без форм. Так сказать, на весу. Кому интересно, ссылка на полигель также будет в описании. Выглаживаю фрезой елка поверхность. Тоненький носик фрезы позволяет выпилить толщину из-под ногтя даже на короткой длине. Будем и дальше наблюдать за этим ногтем. Очень хочется, чтобы он прирос в коже. А вам интересно? Если да, пишите в комментарии. И я обязательно сниму видео со следующим этапом. Выздоровление этого ноготка будет для меня настоящей наградой. Если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Я очень старалась. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. В предыдущем много интересных видео. А у меня на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok